Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Мне наконец-таки пришел стол, точнее муж его забрал, который я заказывала в комнату, которую мы ремонтируем. Так что вам сегодня покажу, потому что сейчас мои мужчины будут собирать стол, а я как раз пойду готовить обед. Вот, ну а так сегодня по плану стирка, глажка, все как обычно. Хочу вам рассказать по поводу вот этой туши, которая Ева Мозаик. Это 3D объем High Tech. Наверное, так она называется. Вот сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот, вот эта тушь. Она, кстати, я прочитала, что она идет с ультра увлажняющей формулой. Но не знаю, как насчет увлажнения ресниц, но мне очень понравилась эта тушь. Она делает такие, знаете, как кукольные ресницы, такие очень объемные. Она очень черная, то есть прям такая черная-черная. И при этом, ну, делает классно ресницы. Она не отпечатывается у меня нигде, ни вверху, ни внизу. Достаточно быстро ей можно накраситься, то есть не надо ничего там придумывать с ней. Не осыпается, не размазывается. Я даже попадала тут под мокрый снег. И ничего с этой тушью не произошло. И мне очень она понравилась. Так что, мне кажется, она бюджетная. Она со скидкой мне, по-моему, стоила 199 рублей. Но я не думаю, что она без скидки стоит дороже. Тем более сейчас к 8 марта везде все устраивают скидки, все магазины. Я имею в виду косметические и не только, наверное, да. Поэтому мне очень она понравилась. Но имейте в виду, что я люблю ярко красить ресницы. Прямо, чтобы они были объемными-объемными прямо. И при этом она, кстати, красит их без комочков. И вообще я люблю в макияже больше яркие глаза, нежели яркие губы. Мне очень нравятся такие макияжи. Ну, по мне, наверное, это заметно. Поэтому я люблю такие туши, вот, подобного плана. И Maybelline мне тоже нравится. И L'Oreal Telescopic мне нравится. Но она немножко другая, вот эта L'Oreal Telescopic. Она делает такие более, наверное, натуральные. Такие, как, не знаю, не то чтобы нарощенные, да. Такие натуральные реснички, пушистые, объемные. А вот это делает именно драматический эффект. Но мне очень она понравилась. Ну, в общем, сейчас пока мужчины мои собирают стол, повторюсь. Я пойду готовить обед и покажу вам, что приготовила. Папа, я сейчас тостану лючку. Тостану. Маша, она такая красивая. Молодец. О, по-любому я. Папа, знаешь... Я все маленькие не нес. И сейчас покажу, что у меня сегодня на обед. Это вот такой обычный суп с капустой и картошечкой я сварила на мясном бульончике. Вот у меня, еще раз повторюсь, не едят мясо, поэтому здесь мяса нету в супе. И так же я сделала мальчикам своим вот такие рулеты. Они меня попросили положить туда колбасу. Я ее натерла на терке. Не колбаса, у меня была сарделька. Вот. И сыр. Вот так вот они выглядят очень аппетитно. По мне так. И так же у меня сегодня компотик вот такой из клубники, красной сливы, красная смородина, черная смородина. В общем, все собрала и сварила вот такой компот. Вот. Ну, а я сегодня на обед съем две такие штучки и кружечку кофе выпью. Еще хочу вам показать, но не знаю, интересно, такая тема или нет. Вот у меня пустые баночки бытовой химии, скажем так. Но средств для стирки просто сейчас много насобиралась. Я тут много сейчас стираю. И вот меня, кстати, спрашивали по поводу вот этих капсул. Я сейчас загружу машинку. И как раз вот одна у меня осталась. Вот так вот они выглядят. Ну, мне кажется, здесь просто, знаете, жидкость вот эта. Видите, они очень жидкие такие внутри. То есть вот эта жидкость для стирки, она просто залита в капсулу. И, ну, как бы я их не оценила на самом деле. Потому что сильное загрязнение не отмывает, ну, не отстирывает. А вот такие легкие, да, отстирывает. Ну, легкие любое средство отстирывает. Так что я их покупать больше не буду. Потому что, ну, вот были пятна там на футболке у младшего у меня. И вот это не справились гелевые вот эти капсулы. Я лучше жидкость буду покупать. Вот эта жидкость мне понравилась от ленты. Классная. Она действительно даже как немножко восстанавливает. Вот, по крайней мере, красные вещи. Мне понравилась. Хорошо отстирывает. Капсулы не понравились. А вот это средство понравилось. Мне им. То есть, буду покупать еще, наверное. И вот этот кондиционер для белья. Но этот, знаете, такой самый, не знаю, самый дешевый кондиционер. Он просто слегка делает мягкое белье. То есть, для полотенец я его не использую. Для каких-то халатов тоже не использую. Я его просто там, когда что-то такое стираю. Например, какие-то, не знаю, уличные штаны там детские. Вот. То он хорошо справляется с своей задачей. И стоит 30 рублей. Но он очень жидкий и очень сильно расходный. Поэтому не знаю. И вот этот тоже у меня закончился. Вернель. Вот. Ну, его все знают. Я периодически покупаю. Так что, в принципе, мне нравится. Ну что, мои мужчины собрали стол. Вот сюда мы поставили диван. Вот этот, который, ну, это Тахта вообще называется. Который здесь был. Я повесила сюда, ну, как это, тюль, которая здесь была. Но у меня куда-то пропали вот эти, то ли машинки остались стиральные. Вот эти крючки, видите, наверху. То есть, надо либо докупить, либо мне найти. Я не знаю, куда они делись, честно скажу. Вот. В общем, вот такой вот я себе заказала стол. Ну, как себе и межу. Это кресло я, кстати, давно уже заказывала. Еще когда детям. Вот. Тут, конечно, бардак. Вот. Вы же его строили. Очень мне понравился этот стол. Он, видите, немножко у меня такой-то окна. Для меня это плюс. Я люблю такую историю. И здесь вот эти вот выдвижные ящички. Вот. Там как раз место для принтера, которым пользуется мой муж. Я. Ну, я не пользуюсь им. Пользуется у меня муж в основном. Муж уже положил мундбук свой. Вот. Вот так вот сейчас все выглядит. И у нас остался здесь вот этот шкаф. Он, конечно, получается по цвету стола не подходит. Вот. Ну, мне кажется, нормально. Вот здесь у нас останется. По крайней мере, пока точно останется. Потому что я... Ну, бюджет не рассчитан, скажем так, на приобретение нового какого-то стеллажа или шкафа. Поэтому здесь пока будет так. И завтра мы поедем... Кстати, да. Стол вот этот я заказала в магазине Хоуф. Ну, мне кажется, кто вообще мебель когда-то смотрел, знает. Там, в принципе, недорогие цены. Стол очень мне понравился. Классный. Я вообще прям в диком восторге. Вот. И завтра мы с мужем поедем в магазин Икея. Хочу сюда кое-что приобрести. Кстати, мне кто-то когда-то писал по поводу подушек. Я люблю, когда на диванах лежат подушки. Обожаю. А вот это у меня сверху покрывало. Потому что у меня, в общем, там кот. Зацепки от кота. Вот. И он, если так просто оставить, он начнет вот здесь вот сбоку, знаете, драть диван. Поэтому я всегда накрываю. Ну, и плюс дети, они, конечно же, если я тут буду сидеть что-то делать, то, конечно же, дети будут сидеть здесь со мной. И это нормально. Вот. Вообще, ребенок у меня старше сказал, что ему тут классно будет делать уроки. Ну, не знаю. Может быть. Может быть. Вот. Так что вот так вот. Остается все это, конечно, декорировать красиво. Вот здесь вот разобраться с этой, ну, как тюль. Это правильно называется. Да. Возможно, я ее заменю. Хотя она беленькая, как бы, хорошая. Ничего с ней такого нет. Вот. Я ее постирала. Подушки тоже настирала. Вот этот покрывало постирала. Подушки я просто, ну, здесь съемные вот эти чехлы. Вот эти подушки постирала. В общем, все настирала. Вот. И хочу сюда штору купить. Как раз в Икеа такой, знаете, которая, ну, как сильное затемнение такое дает. Потому что у меня, получается, на проезжую часть выходит это окно. И, ну, как бы, не хочу я, в общем, хочу, чтобы прям плотная была такая штора сюда. Вам видно, там машина проехала. Вот. И вот так вот. Ну, а здесь пока уголок. Пока я еще тут ничего сюда не приобрела. Но у меня уже есть несколько идей на эту тему. Так что вот так вот классненько получается. Пока, конечно, говорить об уюте рано. Потому что еще ничего, так сказать, не сделано. Но мне очень пока нравится. Нравится то, что здесь такое небольшое пространство. Так что вот такая вот у нас получается красота. Я такая растрепанная, извиняюсь, но это домашний влог. Так что, да. В общем, следующий влог уже выйдет у меня из магазина IKEA. Вот. Посмотрю там, что. Ну, есть у меня куча идей. Вот. Ну, не знаю. Кстати, с освещением, да, еще хочу здесь поработать. Потому что, ну, мне кажется, здесь классно будет также снимать какие-то видео для вас. Потому что на фоне белого, ну, все смотрится намного лучше. Оставляла пост в Инстаграме. Там рассказывала о том, что я тут, когда ехала, стояла в пробке. Я поймала себя на мысли. Стояла в пробке, рядом стоял у меня автобус. И я что-то поймала себя на мысли о том, что где-то, когда мне было лет 18, ну, я с 18 лет работаю, вот. И у меня, я ехала с работы, помню, и стояла в автобусе. Автобус был битком забит. Вот. И рядом остановилась, получается, с моим окном остановилась девушка, которая, ну, сидела за рулем. Я не помню, что у нее была за машина. Я помню точно, что это была иномарка. Но в машинах я особо не разбираюсь, кстати. Вот. И она была причем какого-то темного цвета. Мне кажется, темно-синяя какая-то была. И там сидела девушка с такими, ну, не блондинка, а с такими коричневыми волосами. Не как у меня черными, а именно такие коричневые. Коричневые, знаете, такой прям насыщенный коричневый цвет. Я не знаю, как он называется. И она сидела такая красивая, такая, знаете, ухоженная. Я даже до сих пор помню, у нее такие колечки были на пальцах, браслетики всякие разные. И у нее была такая шубка тоже коричневого цвета. И волосы прямо так на шубке на этой лежали. И я тогда, вы знаете, ну, как бы посмотрела на нее и думаю, блин, как классно, да, что мне очень захотелось быть на ее месте. Вот, и именно не то, чтобы именно захотелось иметь машину, а именно быть вот на месте этой девушки. Быть такой красивой, ухоженной, накрашенной, да, там, с маникюром, и в шубке, в машине, да. То есть именно вот образ вот этот вот, да, мне очень понравился. Мне захотелось такого же. И вот я тут ехала и вспомнила, вспомнила эту историю. И причем мне очень сильно захотелось, знаете, вот есть такое вот прямо, вот ты понимаешь, что вот прямо вот оно, вот я хочу вот это вот прямо, да. И ты себя прямо представляешь. Я очень долго, кстати, думала об этом. Но потом как-то все забылось. И вот сейчас я вспомнила и поняла, что моя мечта сбылась. Я действительно стала такой, какой я хотела быть на тот момент. И это классно. И вот это, кстати, к вопросу о мечтах, о том, что я мечтаю не просто вот конкретно о чем-то, да, там, о машине, например. Я вообще, кстати, никогда о машине не мечтала. Я вообще никогда не хотела ездить даже за рулем. То есть у меня не было такого, знаете, машина, классно. Нет, мне как бы было вообще все равно. И села я в машину только потому, что мы переехали за город, то есть села за руль, да, потому что мы переехали за город. И, ну, получилась необходимость. Надо было возить детей и так далее. Вот. Так вот, я всегда, когда мечтаю, я всегда представляю не просто вот даже, например, какое-то украшение, да, вот мечтаю о каких-то сережках. Я не просто мечтаю конкретно о чем-то, а я мечтаю в общем. Вот как я буду выглядеть в этих сережках, что я буду одевать вместе с этими сережками, как я буду где-то идти, и вот они будут на солнышке там сверкать и так далее. То есть я прямо вот, как это, это называется, визуализация, по-моему, да, то есть визуализирую, блин, даже не выговорит слово. Вот. И у меня так во всем, все мечты, то есть я вот, знаете, такое прям 10D у меня уже в голове, то есть я уже, уже вижу итоговую картинку у меня во всем так. Это вот к вопросу о похудении, да, там девочки мне некоторые пишут, что не получается вот представить себя. Но это надо, не знаю, мне кажется, от рождения, конечно, такое воображение, но мне кажется, это нужно как-то, может быть, учиться этому, да, и представлять себя не просто, просто вот себя конкретно, да, а себя и окружающую обстановку. Тогда вот такие мечты, кстати, они у меня всегда сбываются, всегда. Да, единственное, что вот я это к чему вообще веду? К тому, что у меня часто бывает такое, что я что-то себе придумаю, а в магазинах это не продают. Так что вот по поводу того уголка, который здесь у меня в этой комнате, я не знаю. То, что я придумала, конечно, найду я это или нет, я не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Ну, ладно, не буду много болтать на сегодня. Я буду заканчивать это видео, уже буду его редактировать, и хочу сегодня уже загрузить на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео, потому что следующее видео у меня, получается, будет из Икеи. И не забывайте оставлять свои комментарии, как вам наш такой этап ремонта. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok